Приходит запрос, он маршрутизируется по куче HP файлов и тем самым материальной скорости. Каждый файл интерпретируется и на все это запрачивается время. В нашем случае мы на это время не запрачиваем, потому что премьер-ворт компилирован. Что из этого вытекает? Мы несем за собой большую кучу файлов самого фреймворка. Это добавляет нам гибкости, мы можем использовать компоненты файлокона где угодно. Это добавляет нам скорости, цифра предоставлю чуть позже. Но у этого всего есть и минусы. Самый основной минус это в том, что если мы на нашем сервере держим несколько приложений, написанных на файлокон, у всех не будет одинаковая версия нашего фреймворка, так как он установлен как первые пищи расширения. Дальше это отсутствие поддержки на шейрот-хостинге. Ну, в принципе, для проектов, которые пишутся на фреймворках, это можно с натяжкой назвать минусом. Производительность у нас достаточно большая, и это послужило основным выбором, критерием, когда я выбрал данный фреймворк. Вы можете посмотреть, сколько запросов в секунду обрабатывает данный фреймворк, и насколько меньше памяти он тратит на фоне других микрофреймворков. Также я придал тесты с другого источника, чтобы не быть голословным. Здесь тенденция сохраняется, что по памяти, что по количеству запросов в секунду, это на самом деле действительно поражает. И это позволит нам, в первую очередь, сэкономить деньги при масштабировании нашего проекта, потому как мы не будем тратить лишние ресурсы на дополнительные сервера и на вычислительные мощности. Хочу также отметить, что у нашего фреймворка достаточно низкий входной порог и достаточно маленький оверхед на его изучение. Есть также еще интересная статистика по времени старта фреймворка, где мы можем смотреть, что фреймворк инициализируется даже быстрее, чем экспресс на ноде. Данный фреймворк достаточно непопулярен, хотя набирает стремительно популярность. Ему сейчас три года. В Украине уже проходило несколько докладов по данному фреймворку. Есть парень в Киеве, зовут его Александр Торож, который из года в год рассказывает нам о новых версиях данного фреймворка. Для сравнения, два года назад количество звезд на GitHub было в три раза меньше. То есть фреймворк демонстрирует уверенный рост. Хочу начать с того, что все MVC фреймворки, которые мы используем в нашей работе, это в той или иной степени велосипеды, по сути, в которых реализовано зачастую одно и то же, зачастую по-разному. Поэтому основные компоненты я не буду описывать долго, я просто пройду и скажу, что они есть, как они, в принципе, работают. Поэтому я начну с RM, WDM, то есть это, в принципе, обычная работа с моделями. Это набор крут-операций, это join, table mapping, column mapping, который отсловил unit Falcon, QA language для запросов кастомных в базе и инструменты для кэширования. О них я расскажу подробнее. Также в базах, в моделях у нас предусмотрена валидация, здесь нет ничего кардинально нового. Список валидации вы сможете посмотреть в презентации, если захотите ее потом загрузить, все будет в открытом доступе. Есть. Также Falcon нам предоставляет query language. Это язык запросов, который выглядит идентичным обычным запросам к SQL, за исключением того, что он предоставляет нам связанные bound-параметры. Это часть языка к SQL, которая помогает нам обезопасить наш код. То есть это escaping, это защита от SQL-инъекций, это защита от нескольких запросов в одном, что достаточно удобно экономить наше время. И опять же экономить средства на разработке. Как это все выглядит? Все выглядит достаточно просто. То есть у нас есть какой-то query, у нас есть параметры, которые мы можем забиндить. В принципе все максимально просто. Иванс-менеджер. Многие фреймворки предоставляют нам иванс-менеджер, который мы можем использовать с помощью dependency injection. О нем я тоже подробнее расскажу. Наш иванс-менеджер позволяет добавлять слушателей для любых методов, события баз-данных и сборщиков ответов. В Falcon с помощью иванс-менеджера достаточно удобно реализовать профайлинг нашего приложения и логировать это все. Как работает наш иванс-менеджер достаточно просто. То есть мы создаем его, создаем слушатель для базы данных, цепляем его, создаем подключение к базе данных и вешаем на него иванс-менеджер. Наши базы иванс-менеджер поддерживают следующие события для баз. То есть первое это автор-коннект. После успешного подключения к базе мы не можем его восстановить. Перед выполнением SQL-запроса, после отправки запроса, перед отключением от базы, перед началом транзакции, откатить транзакцию и фиксация транзакции. Хочу отметить, что на уровне модели у нас поддерживаются транзакции. Но в принципе как большинство VC-фреймворков они автоматизированы. В том числе и для post-grabless данных. Далее. События маршрутизатора. Также иванс-менеджер работает у нас с нашим роутером. Первый это before handle road, который называется. Если приложение не знает, есть ли соответствующий маршрут еще на этом этапе. Второй before execute road, когда наше приложение уже узнало, куда ему нужно пойти. After execute road запускается после обработчика before not found, который запускается, когда определенные из определенных маршрутов не удовлетворяют юрай. И after handle road, который запускается после успешного выполнения всего процесса. Falcon работает с документ-ориентированными базами данных. Это Mongo и только Mongo пока что. Работает он отлично с Mongo и предоставляет на уровне моделей идентичный способ работы с данными. Пример подключения к базе вы можете посмотреть. Также есть вариант, когда мы коммертируемся к сокету с фоллбэком на локальный хост. В принципе, все достаточно просто. Использование аналогично получения информации с революционных баз данных. То есть абсолютно те же особия в моделях. Сортировка, лимит. Я не буду зацикливаться на этом. Dependency injection это модная штука, которая позволяет нам пробрасывать зависимости в наш код. Falcon реализована достаточно просто. Доступна как и для полноценных MBC приложений, так и для микро-приложений, о которых я расскажу еще сегодня. Создается Dependency injection контейнер таким образом. Потом с помощью метода setshared мы можем добавить к нему какую-либо зависимость. И далее вызвать ее в нашем коде. Все достаточно просто. Falcon и MBC Micro. Здесь я немножко больше расскажу о своем личном опыте, почему я выбрал данный фреймворк. Мне надо было написать афишку для своего приложения. Это мой личный пед-проект. С него, собственно, началось мое знакомство с Falcon. И у меня были требования. Первое. Это сделать это максимально быстро. Потратить минимум ресурсов на изучение фреймворка. Потратить минимум ресурсов на разработку. В дальнейшем потратить минимум ресурсов на масштабирование данного проекта. То есть для меня было ключевым условием, чтобы было легко реализовать в дальнейшем шардинг, чтобы легко было реализовать в дальнейшем кьюинг. И выбирал фреймворк изначально тот, который со всем этим умеет работать и который не будет тянуть за собой кучу зависимостей, которые необходимо изучить. Также для меня была возможность отойти от классической MBC архитектуры для того, чтобы разработать афишку с двадцатком методов. И опять же, как я говорил, сделать это максимально быстро и малозатратно. То есть это удобно, когда нам надо, как я сказал, сделать афишку. Это удобно, когда мы реализуем приложение с какой-то микросервисной архитектурой. Разработка какого-то сервиса с помощью данной микроархитектуры достаточно удобна. Реализация прототипов. Если нам надо что-то на коленке набросать, показать заказчику, это действительно удобно. И парсеры. Есть опыт написания парсера на Falcon. И он работает действительно быстрее, потому как работа с моделью тоже реализована на C. Ну, во второй версии, фреймборка на Zephyre. Ну, суть та же, что наши модели образовываются с базой, но с помощью скомпилированного приложения. Почему это удобно? Потому что у нас мало файлов. То есть это роутер-контроллер. Это модели, которые мы используем. Если у нас много какой-то логики, мы можем подключить коллекции к нашему коду. Мы роутим запрос с параметром методов, в котором описана логика, просто и наглядно. А также мы можем использовать коллекции в данном коде. Из этого всего вытекают минусы, потому как, когда мы пишем все в одном файле с несколькими коллекциями, он у нас разрастается, его становится тяжело поддерживать. Есть такое большое искушение написать что-то некрасиво, скалтурить. Там надо избегать. И неудобно поддерживать, я сказал. Пример такого приложения вы можете выглядеть на экране. Это все, что вам надо. Вы создаете индекс, допустим, DTP, PIC, HTXS, который будет роутить у вас в красивые ссылки. При уссоре установленного фреймворка это все, что вам надо. Это приложение уже будет работать. Когда ваша логика разрабатывается, можете подключать коллекции. Коллекции, по сути, являются нечего иным, как обычными контроллерами, которые мы можем добавить в этот код для вынесения большого объема логики. Вьюхи мы также можем подключать как с классической MDC вьюхи, так и в микроприложении наши вьюхи подключаются не следующим образом. Вы можете видеть, в принципе, пример. Здесь мало, что можно прокомментировать. В принципе, это нестандартное подключение вьюхи. Но нестандартно в наших филхах это шабонизатор вольт. Шабонизатор вольт, он достаточно интересен, как минимум, тем, что он полностью слизан с шабонизатора джинджа. Сайт, ссылку на него можете посмотреть. Разработчики Falcon не скрывают, что они вдохновлялись с этим шабонизатором. Вот так выглядит вьюхо джинджа. Если обратить внимание, вот так вот выглядит вьюхо вольт. Еще раз. Джинджа вольт. На самом деле они очень похожи. Есть несколько фишек, которые добавили Falcon. Но, опять же, стоит учитывать, что это все вначале будет компилироваться в PHP, потому это все будет презентироваться, выполняться. И скорость данного решения на ничем не отличается. Что есть в вольт? Первое. Ну, я сказал, он компилироваться в PHP. Он позволяет с помощью фигурных скобок выполнять, выводить наши переменные, либо выполнять какие-то операции с ними. Это фильтры, это проверки, макросы. Вообще, ваше внимание, что, по сути, макросы – это обычная функция, которая выполняется в шабонизаторе. Экранирование, партиционирование и автоматическое экранирование. Что такое макросы? Вы можете увидеть. В принципе, это действительно обычная функция, которая может также перенимать какие-либо параметры и также выполнять какую-то логику внутри себя. Мы можем вызвать эту функцию в двух местах, например, вот как до контента, после контента. Таким образом оно работает. А, да, и, собственно, вы можете видеть все экранирование, когда мы обрезали теги. В принципе, все просто. Также партиционирование у меня есть, когда мы можем добавить футу, хедер. В принципе, все достаточно стандартно. Ничего такого грандиозного в нашем шабонизаторе нет. Откровенно говоря, по-моему, мнению, он палка неслабый. Впрочем, если использовать его в комбинации с каким-нибудь фронтенд фреймворком, предоставлять со стороны фута на опишку и на фронтенде выносить какую-то логику клиентскую, то приложение работает действительно быстро и в этом есть огромный смысл. Хочу обратить ваше внимание, как вы видели, что служебные символы нашего шабонизатора — это фигурные скобки. Такие же служебные символы у нашего любимого англора. Есть решение, которое позволяет просто-напросто заменить фигурные скобки нашим Falcon, так как мы не можем напрямую обратиться к коду Falcon, не перекомпилируя его. Нам приходится добавлять дополнительный компонент в эту цепочку. Есть подробное решение. В принципе, будет интересно, нужно, можете воспользоваться. У Falcon сейчас активно развивается сообщество, и если вам не нравится Vault, вы можете использовать шабонизатор JATE или XSLT. Данные пакеты поддерживаются. Все они совместимы с Falcon 2. Хотел вначале сказать про версионность, остановлюсь на этом. Недавно вышел Falcon 2, его отличие от предыдущей версии 1.3 заключается в том, что он переписан на Zephyr, и что не может не радовать, обеспечено полностью и полное обратное совместимость с 1.3. Я перенес два своих приложения. Не буду лукавить, в одном приложении не опишусь изменить на espace. В одном месте. Так, вот это была та лирика. Хочу еще поговорить о безопасности. Бывают, приходится спорить, с людьми является Falcon Micro фреймворком, или является Falcon все-таки каким-то самостоятельным решением. Я сторонник того, что Falcon это полноценный фреймворк, который мы можем использовать. В частности, из-за того, что он предоставляет нам нормальные средства для безопасности. Это защита от кроссайтовой поделки запроса, это кэширование паролей, это шифрование информации, забыл добавить это. Это эскейпинг, и это шифрование кукисов. Теперь по порядку о каждом из них. Межсайтовая поделка запроса – это ситуация, когда злоумышленник добавляет на нашу страницу какой-то вредоносный код, который жертва случайно выполнит. Но зачастую это бывает, когда есть какая-то картинка с ой, которая грузится, и пользователь невольно передает какой-то GET-запрос на третий сервер, и в результате этого он может выполнить какое-то действие. Защита от этого всего, в принципе, всем известна. Она простая и заключается в генерации токена, уникального токена для каждого действия, для каждого пользователя. Токены генерируются с помощью компонента Security Falcon. Вы можете увидеть, как он работает. То есть на первом куске кода мы просто получаем токен, на другом мы его сверяем. То есть максимально просто. Хеширование. Если вы имеете опыт работы с MVC-фреймворками, авторизация в них, эта картинка должна ответить на все ваши вопросы. То есть нам предоставляется возможность фишировать наши пароли с солью. И также есть алгоритм для шифрования информации, GoFish. Далее. Капчи. Изначально Капчи фреймворком нет предусмотрено. То есть это дополнительный компонент, который также отлично совместен со второй версией фреймворка. Он доступен по ссылке. Подключается, не буду врать, но 5-10. В принципе, и все компоненты в Falcon. То есть все они обладают низкой связанностью, и поэтому что-либо изменять, менять в нашем приложении очень удобно. Далее. Очистка. Это возможность очистить наш ход по какому-либо паттерну. То есть если текст, это может быть паттерн ML, когда мы удалим все ненужные символы. Это могут быть числа, это может быть число с плавающей запятой. Это могут быть символы, за исключением. Это может быть обрезка тегов. Обрезка пустых символов. Уау и раппорт кейса. Также мы можем выполнять экранирование. Это экранирование HTML тегов. Это экранирование HTML атрибутов. Экранирование CSS. Яваскрипта. Экранирование ссылок. Когда рассказывал про вьюхи, стоило отметить, что экранирование всего, что мы выводим, на вьюхах в вольте выполняется автоматически. Достаточно удобно. Кэширование. Рано или поздно мы сталкиваемся с тем, что наше приложение работает недостаточно быстро, что надо его ускорять. И есть хорошие пути, а есть не сильно хорошие. Вот один из калатурных путей – это кэш. Который по-хорошему надо совмещать с другими средствами масштабирования. Но кэширование у нас много разного. Первое – это кэширование файлов. Да, файлов кэширования не буду останавливаться, но неинтересно. Монкэш – это всем известный инструмент для кэширования. Реализация предусмотрена на уровне моделей. Как он работает, расскажу подробнее. Это APC-кэш, это Mongo-кэш, это X-кэш. Также у нас есть фронт-энд кэш. Это дейта кэширования для любых данных PHP. Это Output для считывания данных из стандартного PHP-вывода. Это BS64 для кэширования бинарных данных. Кэширование в JSON. Кэширование с помощью AG Binary. И кэширование данных вообще без сериализации. Как работает Монкэш, я думаю, многие из вас уже знают. Но, тем не менее, я на этом остановлюсь, расскажу. То есть ситуация в кэшировании очень простая. Мы приходим в нашу модель, говорим, что нам надо какая-то дата. Если этой даты в кэше нет, мы обращаемся к нашей базе, достаем эту дату, вложим в кэш и возвращаем пользователю информацию. Если она у нас есть в кэше, мы просто возвращаем информацию из кэша. Когда мы изменяем эту информацию, надо предусмотреть обновление этого кэша. И на прошлой конференции озвучили правильную фразу. Не надо прогревать кэш пользователями. Прогревать его при изменении информации. Простота реализации этого всего. Вы можете посмотреть. В принципе, мы указываем срок жизни кэша, мы указываем параметры подключения. И далее я показал, как это все используется. То есть, использование ммкэша в вашем коде, оно реально простое. И для них у вас без таких кода. Реально очень просто и очень удобно. Введем на выше примере, мы использовали кэш-памяти. Он полезен в качестве кэша первого уровня. Как только у нас есть кэш-памяти, мы можем реализовать по второго уровня. С помощью IPC, X-кэш или базы данных на SQL. Хочу отметить, что у нас есть парсер аннотации во фреймворке. Он реализован достаточно хорошо. Парсер аннотации тоже реализован на C, потому работает быстрее всех аналогичных фреймворков на PHP. И сейчас это единственное решение, в своем роде, написанное на C. Ну, опять же, сейчас на Zephyre. На C. Ну, да. Суть заключается в том, что мы можем в аннотациях хранить срок жизни нашего кэша. Сейчас я покажу вам, в принципе, как работает работа с аннотациями. То есть мы можем пропарсить их, получить имя, количество аргументов, получить сами аргументы. И аннотации у нас могут храниться в памяти, они могут храниться в файлах, они могут храниться в IPC кэше и в X кэше. Репликация. Это также важный инструмент при масштабировании нашего приложения. Он заключается в том, что мы делим, дублируем нашу базу, абсолютно идентичную, на два сервера. В Falcon реализована модель использования MasterSlave, когда мы пишем в одну базу, она, в свою очередь, пишет информацию в другую базу, и с той базы мы ее получаем. То есть при записи мы обращаемся к одной базе, и чтением обращаемся к другой базе. Хочу обратить ваше внимание, что репликацию также очень удобно использовать для повышения отказоустойчивости в ваших приложениях в комбинации с шарлингом горизонтальным или вертикальным, о которых я тоже сейчас вам расскажу. Шарлинг заключается в том, что мы делим нашу базу данных. Можем поделить ее по таблицам, можем разделить одну какую-то большую таблицу на несколько серверов. И начну с самого простого. Вертикальный шарлинг заключается в том, что мы разносим большие таблицы на разные сервера. И в нашей модели мы просто меняем подключение к нужному серверу и обращаемся к нашей таблице. Горизонтальный шарлинг работает несколько иначе. И зачастую он предоставляет нам гораздо больше возможностей и большую простоту масштабирования нашего приложения. Когда мы пишем информацию на сервере или почитаем ее, мы посылаем какой-то, в нашем случае ID-ключ. Это может быть имя, это может быть еще какой-то уникальный параметр. И по этому параметру мы можем определить. Например, четное идет на один сервер, нечетное идет на другой сервер. Когда количество записей в одной базе зашкаливает за десятки миллионов, это просто незаменимый инструмент. И в Falcon есть инструменты для работы с этим. То есть у нас предусмотрен метод CELC-TRIVE CONNECTION. Это встроенный метод Falcon. Мы его можем добавить к любой нашей модели. Если он есть, Falcon пропарсит его и выполнит. Но не обязательно нам его использовать. Как это выглядит? Мы по параметрам определяем, какой у нас ID. Если ID меньше 10 тысяч, мы используем одну базу. Иначе мы используем другую базу. Хочу обратить ваше внимание, что этих шардов могут быть 5-10, сколько нужно для масштабирования нашего приложения. QN – это также очень важный инструмент для масштабирования, когда у нас на сервере выполняются задачи отличные, от того, чтобы додернуть базу, получить какую-то информацию из базы и сказать, вот тебе пользователи, забирай их, пользуйся. Например, это может быть обработка фотографий, это может быть обработка видео, музыки. Для этого есть менеджер очередей, Binstock. В Falcon предусмотрен компонент игнорации Binstock. Работает он, в принципе, так же, как любой менеджер очередей. Хочу сказать о нем, что он работает. Все. Также при разработке очень важно уделять внимание тестированию и не игнорировать этот пакт. У нас предусмотрена интеграция с PHP-юнит. Есть метод, который позволяет передать какие-то параметры в наше приложение. Мы можем подсунуть Dependency, Injection, замоканные какие-то компоненты. Это может быть connection в базе данных. Это, в принципе, любые компоненты, которые мы используем в нашем приложении. Дальше. Разработчики, когда Севшим, предлагают нам метод для интеграции с Falcon. Вел. Метод интеграции предназначен для Falcon 1.3, но так же он отлично работает со второй веткой. У нас есть предустановленные профайлеры, о которых я говорил в начале. По PHP-юнит есть ссылочка о работе, о том, как можно все красиво замокать. Это достаточно большая статья, это большой кусок документации, чтобы выносить его на обзорную конференцию. Поэтому мы его пропущем. Ну и так же по тестам. Мне очень нравится статья о том, как писать хорошие юнит-тесты. Я очень рекомендую с ними знакомиться. Думаю, будет полезно. Теперь конкретно, потому что нравится, что не нравится, сейчас на Falcon 1 написано опять приложение. Начали писать на Falcon 1 коммерческие приложения. И можно вынести какой-то свой кредикт о том, стоит использовать, не стоит использоваться, с чем можно столкнуться и с чем нет. Что мне очень нравится. Первое, это можно использовать два разных Base Query, которые будут использоваться для статических ресурсов. Использование всяких CDN-ок реализуется на раз-два. Изоляция данных сессий внутри приложения. Тоже удобно. Быстрая нотация написана на C. Об этом я вам уже сегодня рассказал. Обертка для JD-библиотеки. Наш компонент, к сожалению, об этом вспомнил только сегодня. Я не подготовил отдельно слайд. Это очень удобная обертка, которая позволяет нам загружать изображения, изменять их размеры, делать кроп, делать наборы от Кумнейла для нашего сайта. Очень удобно. Это все реализовано. Реализовано тоже опять же компонент, картинка и параметры. Крайне удобно. Дальше у нас есть инструменты миграции. Они очень удобные. Они предоставляются в комплекте с Falcon Developer Tools. Они позволяют нам отслеживать версионность нашей базы и выполнять апдейт с текущего состояния до последнего, не перезаписывая все текущее состояние базы. В апдейтах базе мы также можем иметь возможность записывать какую-то информацию, помимо того, как изменять ее структуру. Ну и Falcon Developer Tools, который содержит в себе в принципе стандартный привычный многим генератор моделей, контроллеров, которые вы могли видеть в других фреймворках. В принципе, там все достаточно стандартно. Что не нравится? Примеры достаточно поганые на сайте Falcon, которые вы можете захотеть потянуть, там вначале взять какую-то уже готовую МФС структуру, с авторизацией, и начать на нем писать свои приложения. Что больше всего меня поразило приложение Invo, которое демонстрационное, там пароль вообще шифруется, Ш1 без соли. Да, и этот ход чуть не влехал в продакшн. Это же не проблема примера. Ну это не проблема примера. Вопросы потом. Не, ну в принципе, люди будут брать это, использовать, и стоит доводить это до ума. Более того, в примерах можно встретить... Ну это, конечно, не проблема примера, на доживерство в некоторых местах уезжает, и, конечно, бы хотелось все-таки более как-то качественной документации, качественных примеров. То есть это чисто пожелание со стороны пользователя. Это порождает местами неграмотно реализованное приложение. Кто-то мог не полезть в компонент авторизации и не проверить, как реализовано там, какое дело. А ты не указываешь на шифрование, да? Ну то есть шифрование там где-то есть компонент, где ты говоришь на задние пользователя, а вот его на кинул... У нас есть компонент для шифрования, но изначально... Да, я уже отвечу. Шифрование изначально... Оселка у нас изначально... Есть у нас компонент, но как мы его будем использовать в нашем коде зависит абсолютно от нас. То есть Falcon — это скомпилированное расширение. С ним не идет никаких больших файлов, которые мы должны положить в рабочую директорию. Есть, в принципе, темплейки этих приложений, которые предоставлены на сайте Falcon, которые как раз можно удобно брать как реализацию висит структуры, какую-то базу, можно сказать, выстраивая свое приложение. И вот как раз там можно встретить такие вот приколы. То же самое по поводу сессии. В реализации мультиязычности могут возникнуть неудобства. Потом в некоторых местах рекомендуется использовать Falcon View Set War, который позволяет не передавать на view всякие приватные и защищенные переменные. Можно встретить, когда мы передаем здесь депозиторию нашей модели на view. Ну, тоже не дело, конечно. ASL похоронит всю информацию в сессии пользователя, включая запрос SQL, таблица, users. Такая вот работа с формами тоже достаточно неудобно реализована. Я не придумал, на самом деле, как сделать форму вкладочками. Мне надо было для разных языков сделать редактирование. И как это сделать удобно с помощью стандартного генератора форме, я не придумал. Далее, неполное покрытие пишки фреймборка документации. У нас есть документажка. Вот он начинается, опирая референсы. И вот когда я просто пересчитываю опирая референсы, я нашел достаточно много интересных функций, которые не описаны никакой документации. Ни английская, ни русская. Достаточно обидно. Полезные ссылки. Их много. Вот раз, вот еще полезные ссылки. Вы с ними сможете ознакомиться. Здесь, в принципе, как удобно переходить на Mongo, принести свое приложение. Потом есть информация от CMS на Falcon 1.3. Я сегодня, когда начинал доклад, я взимолвил слово за Александра Торыша. Это пареньер с Киева, который, в принципе, наверное, в Украине первый начал популяризацию Falcon Framework, и он успел написать на нем свою CMS-ку. CMS-ка очень быстрая, и, если знаете, сайт газеты UA, он написан на Falcon. Далее, есть сайт Falconist, на котором собраны различные приложения, компоненты для Falcon. Там много различных скелетов, которые мы можем использовать в наших приложениях, очень удобно. Далее, хорошая информация на сайте Microsoft, потому как работает горизонтальный шардинг, какие практики лучше использовать, и вообще ответы на вопросы, когда стоит шаргить, и когда нет. Далее, есть статья хорошая по Mancash, описание работы партера аннотаций. Я затронул эту тему, она достаточно обширная, вы можете применять аннотации гораздо шире в своем приложении, это все зависит от вашей фантазии только. и Falcon and Cadeception, это тестирование, и юнит-тестирование. Также копирайт, откуда я картинки брал. В принципе, все. Спасибо за внимание, которое уделили. Я готов ответить на ваши вопросы. Спасибо за доклад. Сразу два вопроса, если нужно. Во-первых, есть версия 1.3, есть версия 2. С какой лучше начинать знакомство, с какой лучше начинать? Ну, продакшен, наверное, все-таки на 1.3 есть. Нет, версия 2, она стейбл, уже есть версия 2.0.2. Разница в версиях практически только в том, что перенесем в бэкэнд, ну, код нашего фреймворка, он переписан на Zephyr. О Zephyr я сегодня вам расскажет более подробно. Перформанс фреймворка вырос, то есть скорость стала еще быстрее после этого. Ну, незначительно, но, тем не менее, движение в лучшую сторону есть. Багов каких-то, я у себя в коде не обнаружил, сайты работают на продакшене, и я доволен, это реально доволен, за исключением некоторых минусов, это, скорее, даже детские болезни, которые могут быть у фреймворка. Угу, хорошо. То есть можно смело начинать с отравления. И второе, ОРМ-ка. Насколько она развита по сравнению с той же ОРМ-ка, которая с доктриной, например, и так далее? Особенно интересует Тридгер-лоудинг, Лейз-лоудинг и так далее? Соотношение 1-2-мэнни? Есть отношение 1-2-мэнни, 1-2-1. Достаточно развитая ОРМ-ка, я имею опыт работы с доктриной, просто доктриной, мне кажется, несколько привычнее. То есть здесь опять сделали свой аспект, который кажется чем-то новым, но я пока не возьмусь их сравнивать между собой. Это разные решения, и то, и другое заслуживают правила на жизнь. Окей, ну то есть для ваших проектов? Для моих проектов полностью достаточно. Спасибо за доклад. Вопрос такой. А не сталкивались ли с тем, что неудобно как-то подебажить фреймворк, пау-реквест на него скинуть? Везде есть какие-то свои проблемы, и при работе с фреймворком бывает часто, что надо залезть куда-то глубоко в него. Залезть в фреймворк получится, ну у нас не получится, так как мы делаем это в других фреймворках, но с дебаги проблем не было. То есть есть хороший профайлер, встроенный для этих целей, удобно получается работать с их дебаг, и да, я сталкивался, конечно, с тем, что мне было интересно посмотреть, как реализован тот или другой фреймворк, вот прям, прошу прощения, компонент внутри, но в принципе, можно посмотреть исходники на GitHub, и в принципе, даже особо не понимая, в принципе, все, можно понять хотя бы базовый принцип работы. Ну, да, типа как-то сильно это не мешало, да? Нет. Хорошо, спасибо. Еще вопросы? Игорь? Попросы? Можно, да? Привет. А можно, вот ты сказал, что ты начал, сделал 5 приложений, где даже делаешь одно коммерческое, правильно я понимаю, что как бы это коммерческое приложение, оно достаточно ничьей? Ну, хотелось бы, какие-то детали, я правильно понимаю, что такой fresh way, всему PHP-девелопер, оно как бы должно быстро работать, там, как расширение C, там, в стиле Facebook'а и так далее. Я просто в контексте чего спрашиваю, как бы сейчас есть определенные тенденции ухода вот PHP в принципе, потому что PHP, сами знаете что, это не круто, не модно, не молодежно. Просто это в плане продажи, там, чего-то нового. Вот, допустим, Falcon написанный на C, это может быть интересным предложением, когда заказчик говорит, ну, блин, ребята, вот, Facebook написан, там, на PHP, вот, круто. мы тоже хотим писать напички, и как бы, допустим, то ли там использовать технологию Facebook, а то ли предложить, допустим, Falcon для какого-то прототипа, то есть, вот какой есть именно продакшен опыт, каких-то коммерческих проектов, и почему именно Falcon выбирался, выбирался для такого проекта. Одно дело, ты там сам чего-то где-то сделал, этот проект прикольно попробовал, другое дело, ты видел заказчика, вот, использовать именно Falcon, и получил какие-то бенефитеры. Первое, это перформанс относительно других PHP-фреймвортов, то есть, Falcon удобно продать, если человек уже, в принципе, согласен на PHP, ему можно сказать, ну, типа, мы не меняем технологии разработки, но мы делаем T-B site в три раза быстрее, и в будущем, ну, в три раза дешевле не получится, но на масштабирование он с экономами подрядно. А быстрее в чем? Скорость ответа на запросы, скорость обращения к базе данных. Есть, грубо говоря, стенд запросов, то есть, потом там идет, там обрабатывается логикой, потом идет в базу. В каком этапе основной черт? На этапе именно на обработке запроса? На этапе самообработки запроса фреймворк просыпается гораздо быстрее, фреймворк быстрее отвечает. То есть, мы теряем накладные расходы на интерпретацию самого кода фреймворка, но тот код, который мы написали на PHP, он будет работать так же, в принципе, как и на любом другой фреймворке. То есть, накладные расходы на интерпретацию нашего кода, они никуда не деваются. И потому, если сравнивать с каким-нибудь компилируемым языком, то все равно он будет быстрее. Подожди, мы же можем, допустим, взять какой-нибудь обход кеша, посунуть туда все, и это будет то же самое, правильно? То есть, в чем преимущество фреймворка по сравнению с абсолютно любым приморком использования обход кеша? Приеду, простой пример. У меня есть сейчас абстрактное приложение. Есть фронтент на Nguer, есть бакан тапишка, которая возвращает мне информацию. То есть, я хочу, например, реального приложения есть комплексное решение CRM и ERP-система для предприятия небольшого. И, допустим, я хочу обратиться и получить список людей, которые за эту неделю прозвонил менеджер, кадровый менеджер. Я, посылаю запросную пишку и получаю быстрее ответ. Просто-напросто экономлю скорость наших ответов. На сколько это нужно правильно? Гераль, сори, авторпайт это три раза и три раза и вот если в чем преимущество всего этого? Сейчас я просто нагадываю жарусь. Покажи ему первые слайды. А, да. Если сначала не было, тогда окей. Есть бенчмарки, их много. У меня это все. просто когда ты придешь к заказчику и начнешь продавать ему допустим PHP, это клево, но на каких тестовых данных это происходит? Это какие-то синтетические тесты, это какие-то реальные приложения? Это чисто синтетические тесты, но на реальном приложении. завод, на котором собственно upcash. То есть разница все равно будет. Там не настолько все просто. У кэш это не скопилированный код. Это вообще я отвечу в следующем докладе про upcash. Немножко вкратце. Немножко обстреливать. Это уже он сказал, что не происходит затрат, а это у нас тайм-аут вопрос. Про интерпретацию в податной горке не происходит затрат. Еще один вопрос по-моему был. Сорри, чтобы мы не затягивали. Можем обсуждать потом в перерыве или после доклада, но это может быть надолго. Можно? Очень короткий. Давайте, короткий вопрос. Можно писать extension к extension? То есть экстенит сам только. Без pull и квестов, а именно есть ли какой-то механизм, который позволяет писать extension к нему, типа бандов. Есть, сейчас человек об этом расскажет. Спасибо. Спасибо большое за доклад, Саша. У нас ты должен сделать тяжелый выбор и подарить слоника. Выбор простой, мне вообще три вопроса задал, поэтому слоник уйдет ему. Тут непростой слоник, мы сейчас покажем, что это такое. Пусть сам откроет. Я просто еще все открою. Так, надо его вырастить. Это такой травянчик. как только он вырастет, сразу фотографии в юзер-группу, что мой травянчик жил. Докладу. Спасибо. Ребята, у нас сейчас был буквально 10 минут перерыв, давайте без пяти начнем говорить про зефир. Ага, зефир еще есть, вы не переживайте, вы этот можете доедать. И еще, мы же любим перерывом, как бы, постоянные гости знают как-то развлекаться. Сегодня у нас такое чудесное развлечение, у нас есть пластилин и из него нужно слепить слоника. Самый красивый слоник получит приз. Вот, пластилин я выдаю на выходе. Ты сказал, что это не сипот, это машина. То на этапе вот то есть консервированная вещь, используя патру. В чем там перерыв, насколько это перерыв, что и того, чтобы допустим получаешь разную информацию если не, мы говорим про то. Смотри, смотри. Во-первых, во-первых, там есть Zendangin и есть какие-то определенные там фатумак, это я вам сейчас буду рассказывать, есть специальные макросы. Вот, внутри этих макросов есть огромная магия, грубо говоря. Zephyr, сделали Zephyr, для того, чтобы у них есть оптимизаторы, которые вращают всю эту магию. То есть по факту в каких-то моментах это DPS стандартных дипломаций с этих вот макросов и вообще в принципе функций. Вот, с вырезанной магией, ну, как бы, понятное дело, что если я не вырезаю такой-то код C-шный по факту со стандартной функцией, то для каких-то кейсов оно отрабатывать не будет, ну, там, на какой-то FIP отрабатывать не будет, поэтому они раздробили его для такая, чтобы максимально близко подойти к нативным сейшным функциям. Вот, ну, собственно, вот. Я понял, в чем важно. Ты сказала это по-другому? А оп-кеш, на самом деле, вот как происходит процесс интерпретации. Вот у нас запускается, на самом деле, синтарксического анализа какого-то особо нет. То есть он там есть, типа, ну, как бы он так себе, в общем-то. У нас происходит генерация алексем, то есть берется как бы синтарксическое дерево выстраивается, генерация делится алексем, генерируются воп-коды, и эти воп-коды потом выполняются. Вот, так что, по сути, по сути, если у нас там огромный слой логики поверх навешан там в каком-нибудь контроллере, допустим, то пресса это как бы не даст. Весь процесс, ну, как бы, оп-кеш, 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 смотри, он позволяет немножко быстрее страдать приложению, и все. Иногда он производит реорганизацию кода, так называемую облачную оптимизацию. У тебя в контексте снаркс какого-то фона есть этот фон, в котором по хп лошад, алексируется там, допустим, воп-кос, правильно? Хотя, вот, один и тот же, а там, другие, то у тебя этот код один раз сферировался, и он уже оп-кешный лежит. А то, что у тебя другие страны, оно... Ну, ему хлебать, он все равно делать сангвар, санвал и все остальное. Я понимаю. То есть, а потому что у тебя не зависит только какие данные вверх, а вверх вверх обновляет. На тот же. Инструкция обрежет. Так, нет, это самое еще... Я на следующем разограде, то, что мы уже говорим, по-красивому вверху, 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 обход. Оно не скомпировано. Правильно. Синтерпетировано. Партер, это сейчас обход, он... По факту он транслирование, как так правильно стоит. Мы понимаем, что такое обход. А сколько это хрень, которую можно сразу выполнить? Это то, что можно сразу выполнить на пол инструкции. Который... Ну, А еще вверху. Приближение. Скорость именно скорость кода. ребят, я хочу больше. К тому же, все равно даже без скорости. Скорость именно скорость кода. Потому что на количество подключения дополнительно. Окей, а вот, допустим, есть, грубо говоря, набор потерь. Потеря на исполнении кода, потеря на выполнении правильного кода, допустим, это не самый большой кусок. Это не самый дорогой кусок. Ты это не самый дорогой кусок еще дополнительно оптимизировал. У того, у тебя есть 100% процентов, допустим, время 1 секунда, у тебя выполнение самого кода занимается 0-1, допустим, 10%. Ты его оптимизировал в два раза, круто, в два раза. Амблировал, да, где-то в два раза. Но, в общем, склупе оно ни о чем. И, допустим, это один плюс. Донус, с ума скильпродукт с ума скильпродукт с ума скильпродукт Я найду человек, я найду вопрос и этот ответ будет валидный на протяжении, допустим, N месяцев. Либо же я могу взять палку, на котором постоянно что-то меняет. Его фигачит 5 человек. Он дорогой. Популярный. Популярный. Мы не ругаем. Мы не ругаем только. Берешь симфонии 2, подгоняешь подальше ШВМ и ты победа. И ты продаешь симфонии 2, как известную технологию, плюс еще тем, как оптимизатор. Ты просто взглядаешь с точки зрения интуиаста проведущего. Я смотрю с точки зрения продажи и реализации крупного проекта на, допустим, год. А ты человек на год. На личку. В данном случае я работаю еще заказчиками. Я заказал за оболкание. Потом у тебя началось отвечать. Ответ? Ответ нет. А с другой стороны. Но что, если вы получите так более милой, как популяризатор, Ларавелла просто сделает его успешным темпом, в принципе, и удобно работать. И успешный фреймворк. То есть это уже плюсы и минусы. Я читал. Там Ларавелл сделал. Это качественный маркет. Любой язык программирования, возьмем сейчас Гоу. Это все маркет. Если его не будет продвигать какая-то фреймворк, тот же язык, это все конец лета, в зависимости от того. Какой бы ни была PHP, PHP все еще работало, потому что 100 лет. Да, да, да. Я же против. Я сам PHP делал хрена на 50 лет. Я понимаю, что сейчас. Другое вот даже. Во-первых, фильм сжался. Во-вторых, сложно начинать. Ну, то есть, почему-то PHP ходит сейчас не очень хорошо. Неправда. Это в кругах интернета. Да. Вот аргументы. Почему PHP равно? Нет, я не исключу. Нет, ну это хороший. Потому что умеришь, что в пенденции. Нет, ребят, если бы это не был большой воскрит, если подрал, он уже воскрел. Но бы сейчас посидел, но где-то под рядом с Ханглоу, короче, и в узких бураках очень испарился. Во-первых, я сам PHP делал. Во-вторых, как бы, от того, что ты горной или нет, нас тоже не будет. Это глупый разговор, он ни о чем. Как бы, это холевар, мы вроде как сгибали, что мы можем поделиться какие-то вопросы. Вот. Есть. Лучше на первой. Да. У нас будет так больше, правда, знаете? А вторая, как же у вас вопрос? А вот такое место, просто... Вот. Это единство место, где можно на первой. Понимаешь? Больше на первой двух хренов. Вообще, не знаю, если выводы в хренове, да? Да. Ясно. Я очень, я реально... Вот. То есть, как бы, как бы, какого-то коммерческого вывода, это прикольная вывода. Этот компонент. Это компонент который там связан, не целый ядоб, которые там связаны. Ну, или, конечно, не саженными названиями. Переписывать. Он через двору. А вот, почему компонент? Или Symfony? Или вот. Я Symfony. лошадь когда у нас есть я говорю одноклассно популярный и как вы можете вы можете вы можете вы вы дикой на это до до 30 он м это это Обычный костер. Продолжение следует. 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 Значит, ну сейчас сильно модно-молодежно говорить, что PHP это так себе, что нужно его... У нас есть много проектов, много кода написанных PHP, нужно его ускорять. Работает медленно, работает плохо. Давайте писать PHP extension. Отлично, отлично, давайте писать PHP extension. Кто знает язык C? Да никто не знает язык C из того круга, который задается вопрос. И разбираться в этом самом деле это просто большой ад. И я потратил, наверное, часов 30 просто на размор Zen Engine. И, собственно, я сделал гораздо меньше того, чего я хотел. Поэтому про Zen Engine у меня очень маленькая часть. Я просто расскажу, как работает внутренняя структура данных и все. Дальше пойдем к Zephyr, потому что Zephyr это, собственно, основной кусок, в общем, доклада. И сразу хочу спросить, есть кто писал уже под Zen Engine, грубо говоря? О, прекрасно. Значит, мне не плюет. О чем вам слушать про, собственно, Zen Engine, что там внутри происходит? Ну, хотя бы разберем, разберем функции, разберем переменные, разберем наш любимый hash table. Значит, поговорим про Zephyr, посмотрим синтаксис Zephyr и обсудим планы дальше. Я еще как-то готовил блог про Symfony UE My Junction, если вы видели в анонсе. Но я этого не успел сделать, потому что это вообще большой кусок работы. Я просто не успел за нагрузки. Все знают, что у нас под капотом Zen Dungeon 2, скоро будет третий и, в общем-то, будет переработан, будет все хорошо. Вот, там хэштейбл сделают классно. Вот, я читал, симпатично, в общем, будет. Что же у нас под капотом? Переменные. В общем-то, переменные, кто писал на языке C, хоть чуть-чуть, хоть сто строчек в университете, знает, что такое структура. Структура — это как класс, в общем-то, но он не имеет никаких методов, может иметь экземпляр и все такое. То есть у нас есть вот эта наша штука отличная, которую должны знать все — это theVal. TheVal — это, по сути, наша переменная, которая хранит в себе значение, хранит в себе тип — это флаг, по сути, который инкапсулирует в себе значение константы. Там есть перечень констант, то есть там bool — это один, допустим, double — это у нас три. Я не помню, честно говоря. Вот, здесь, значит, количество ссылок на переменную и является ли это переменная ссылкой. Значит, value у нас — это union. Union у нас вмещает в себе все возможные типы. Вот здесь у нас сидит int и long, здесь у нас сидит float и double — собственно, наш string. Вот, вот эта структура внутри. Указательный хэштейбл и указательный объект — это внутренняя структура еще, внутренняя структура самого zenda, и она такая достаточно специфическая. Вот. Значит, по сути, хочется сразу сказать, что вот эта штука очень важна, потому что когда мы создаем какую-то переменную, здесь становится один. Ну, как видим, очень логично, что uwin — это как бы целое число. Вот. Когда мы создаем такую же переменную, точнее, создаем ссылку на эту переменную, на которой мы уже создаем, он увеличится на 2. Когда мы делаем ансет, что в ссылке, что переменной, сборщик мусора просто удаляет эту всю структуру, ну, и ее больше нету. Вот. Значит, здесь есть overhead-ы на проверке типов, на проверке, вообще, в принципе, существований в символенных таблицах. Ну, в общем-то, поскольку у меня эта часть очень обзорная, то как бы остановимся вообще на этом. Значит, массивы. Массивы у нас — это текущая реализация zenda.j2. Вот. Наверное, кто знает, значит, это реализация хэштейбл с открытой адресацией. Вот. И здесь мы храним… Так, начнем, наверное, мы с нашей корзины, с нашего ведра, как кто-то там на хабро-хабре писал. Значит, здесь есть указатель на следующую корзину, грубо говоря, на… Стоп. Бру. На следующую корзину, на… Подождите. Значит, как это работает? Создается корзина, вкладывается, и она вкладывается в хэштаблицу. Значит, у нас есть указатель на первый элемент корзины и на последний. Вот это, собственно, так работает на хэштейбл. Это не особо правильно, и это поправили в PHP 7, то есть это убрали. Вот здесь… Здесь у нас вообще, в принципе, отклонятся все корзины. Здесь текущий указатель, который мы можем использовать… Ну, он отдает там текущую корзину, когда мы там делаем какой-нибудь там… current или там next, например. Ну, next там просто инкрементировать все. Ну, достается отсюда. Следующий указатель достается от этой корзина. Значит, по поводу того, как это будет в PHP 7. Все это вообще, в принципе, указатели все эти уберут и просто сделают массив этих корзин, вот, которые просто лежат здесь. Потому что это же кушает память, это кушает память. Ну, в общем-то, все эти указатели, они кушают память. То есть там происходит сортировка, происходит… Ну, когда мы выбираем значения, происходит сортировка, плюс… поскольку динамически все выделения памяти происходят так, что… Ну, в смысле, когда мы создаем некий массив, там, например, строка, например, то мы изначально просчитываем, сколько у нас текущая строка, выделяем память под это количество элементов. И в случае, когда мы хотим сделать какую-то кондинерацию, мы вычисляем опять-таки, сколько у нас получится символов первая строка плюс вторая строка, выделяем опять, копируем и, собственно, почищаем все, что было перед этим. Ну, в общем-то, немножко warhead, и это не совсем круто. Вот. Хочется сказать также, что как и с переменами, так и с массивами есть огромное количество методов, причем они все… ну, не методов, а функции API, Microsoft и всего прочего для работы с этой штукой. Значит, все коды примеров, которые используют хештейбл и переменные, они неоднозначны, то есть есть совершенно разные реализации, которые делают, в принципе, одно и то же. Вот. Наверное, все это нормально, как бы, но немножко пахнет перлом. Ну, значит, функция. Что происходит во время вызова функции? Мы создаем стэк для функции, помещаем туда все наши переменные, значит, непосредственно вызываем функцию уже, как бы, в стэке, парсим параметры со стэка, что, как бы, тоже это такая проблема, в общем-то. Делаем свою логику. Зачем значение? Ударяем стэк. В принципе, мальфинации со стэком – это, как бы, присущи, наверное, всем языкам, премиумическим. Вот. Ну, Zephyr там что-то придумали с кучей, но я не особо не вникал. Было бы… ну, поскольку мы думаем, что, как бы, мы же пишем на C-коде, почему, зачем нам все это использовать, если мы просто, там, если, ну, грубо говоря, у нас, там, простая функция, которая возвращает нам округленные значения, допустим, то есть мы хотим округлить какой-то, там, float. Вот. То зачем нам, как бы, все это описать, если мы можем просто вызвать функцию? Просто есть… это невозможно просто из-за сложной декорации PHP Function, и PHP просто не может достучаться до этой нативной функции, оно обязательно должно идти через мага с PHP Function. Там в PHP Function еще происходит очень много… достаточно много проверок, достаточно много магии, вот, которая простым смертным, ну, просто непосильность, на… 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 на осознание, не знаю, это нужно иметь огромную мотивацию. Это… я разбирался в этом, это, наверное, не особо для меня. Вот. Ой. Ой. Ключевое слово. Ой. Значит, ну и делом вывод, что в PHP extension мы хотим писать, вот, чтобы у нас был и C-шный код, в котором мы не хотим писать, чтобы он работал быстро, там, не знаю, выделить какой-нибудь компонент и сделать с него extension, и чтобы, как бы, добиться какой-то перформанса, чтобы наше приложение на PHP работало очень быстро. Вот. Вот. Значит, ребята придумали… которые писали полком, они придумали такую штуку, как Zephyr. Основная мотивация Zephyr в том, что мало контрибьюторов. Мало контрибьюторов. Вот. Вот. Они писали зарядную достаточно большой фреймворк на чистом C. Вот. Выкладывали в open source. Никто на него, как бы, не смотрел. Там какие-то, там, ну, сумасшедшие люди, короче, в позитивном смысле. Они помогали что-то там, делали какие-то pull requests. Вот. Ну, в общем, тяжело им было. А контрибьюторов, как бы, хотелось. Плюс, большая проблема в том, что PHP разработчики, как бы, и код поправить хотят. Это, как бы, привычно. В общем-то, там, какую-то строчку две немножко поправить. это норма. А здесь это просто невозможно, потому что, чтобы поправить эту строчку 2, нужно просто, не знаю, много литературы, в общем, читать и иметь много мотивации. Просто в таком случае она забивается. Ну и, собственно, мотивация C это сложно. Причем, как бы, C это не так уж и сложно, в принципе, но когда у нас огромная полотенце кода, огромная полотенце кода связки с Zendin Jim, это просто невероятно какое-то полотенце, это не ревьюрится, если, как бы, нет полного понимания этой всей кухни. И что-то соптимизировать, дописать или написать, это просто, это, не знаю, это фантастика. Поэтому Zephyr, как бы, сделали от таких или иных PHP-шников, как, наверное, все PHP-шники, в общем-то. По сути, Zephyr это у нас предметно-ориентированное депрограммирование, которое работает с Zendin Jim. Ну, яркие примеры предметно-ориентированных языков хронирования, это, ну, Scala, например, которая, по сути, она компилируется в bytecode Java, вот, и она там все выполняется. Можно не писать code Java, можно написать Scala, например. Ну, там еще CoffeeScript, которая, по факту, у нас транслируется в JavaScript. То есть у нас есть какой-то саппер, которая в значительно прощательном жизни, ну, или просто прощательном жизни. Значит, что же у нас с подкапотом? У нас с подкапотом стишный панфстер, который парсит наш Zephyr-овский код, код на языке программирования Zephyr, и выдает нам IST-дерево в формате JSON. Также еще формат PHP, то есть там такой огромный-огромный массив получается. Я, конечно, на следующем слайде покажу. Вот. Я очень удивился, когда узнал, что эта вся штука, вот эта вот, написана на PHP. Я очень сильно удивился. То есть у нас происходит статический анализ, статический анализ, при этом выясняются какие-то, допустим, мы декларируем перемены, но никогда уже не использовали. Вот. Значит, PHP, ну, об кэши нет какой-то оптимизации, наверное, он его все-таки выбросит. Я не уверен, честно говоря. Вот. Но все-таки это занимает память, и, ну, зачем нам она нужна, например. Вот. И поскольку у нас статическая типизация, то, конечно, оно, как бы, совпадение типов, оно, как бы, проверяет, в общем-то, на наличие каких-нибудь properties или методов, functions и все такое. Блочная оптимизация — это, по сути, выбрасываются ненужные куски кода. У нас, например, есть if, которая, ну, if-true и, там, qt-action. Ну, понятное дело, что else никогда уже не выполнится. Поэтому такие куски кода просто выбрасываются. Вот. Потом идет кодогенерация и оптимизация. Вот. Это тоже очень забавный момент. Я потом про него тоже расскажу. Вот. Это, как бы, раскрывает все те вопросы, которые задавались Саша, собственно. Ну, почему же быстрее, в общем-то. На выходе получаем сишный код. Сишный код. ZephyrKernal — это некий такой модуль. Вот. Там сидят эти оптимизаторы. Плюс там есть, короче, библиотечки, которые, ну, их просто нету, в общем-то. Не было в Zen Engine, в API, и их допилили, в общем-то. И майкфайлы, которые, ну, которые можно уже компьютерировать. Значит, AST. Вот. У меня есть маленький, короче, этот класс, абстрактный класс, и есть абстрактный метод. Собственно, отличие с PHP, я, наверное, думаю, что только вот оно, вот отличие от PHP. Правильно? Вот оно. Еще раз покажу. Это Zephyr. Значит, что у нас тут происходит? У нас тут идет декларация namespace, потом у нас идет декларация класса. Type class. Он у нас абстрактный, не final. Значит, потом, что у него происходит? У него есть методы. Вот. Название метода, параметры метода. То есть у нас вот типа string, переменная типа string принимается. Вот. Значит, имя ее, ну, тип параметра, понятное дело. Значит, надо было немножко копировать. Вот. Значит, у нас есть simple method, которая method, в общем-то, абстрактный, он и публичный. Когда здесь кода становится немножко больше, ну, хотя бы на строчек 10, эта вся штука превращается в какой-то ад, серьезно. Ну, это просто, это на заметку у меня забавно стало, кто я смотрел. Значит, поскольку, я еще раз обращу внимание, что вот это у нас только отличается от нашего PHP, разработчики Zephyr сделали максимально, чтобы как бы получить аудиторию для того, чтобы как бы их проект развивался, потому что аудитория есть, аудитория достаточно не маленькая, она заинтересована, но она помочь не может. Ну, была как писать, окей, ну, окей. Лучше б код написали. Значит, у нас декларативный стиль, то есть мы объявляем переменную, можем ее, в принципе, сразу заинициализировать, а можем заинициализировать ее позже, но объявляем ее обязаны просто. Значит, у нас необязательна статическая типизация, динамическая типизация, то есть мы хотим используем статические типы, хотим не используем. Абсолютно без разницы. Значит, пространство имен уже обязательно. Это, ну, просто ребята думают, что, ну, прошли уже те времена, когда пространство имен надо было не использовать, в общем-то, и сейчас их можно использовать. Ну, плюс, там, специфика самого расширения такова, что у нас есть, ну, как бы, пространство, в общем-то, и в нем есть какой-то, в общем-то, код. Ну, есть какой-то скоб, и у меня есть какой-то код. Ну, естественно, что такой глобальный код запрещен. Значит, комплекция head of time, то есть мы по факту сделали проект, вот, и сказали zephyr build, и, в общем-то, и оно нам построило, в общем-то, все эти чудеса. Безопасно работать с памятью, то есть мы не думаем, там, что там, переменные, мы, там, zewal мы его инициализировали, в общем-то, ну, сначала мы его создали, как бы, казательно null, потом мы его инициализировали, там, в общем, многомутие, потом еще удалили. Сами должны его удалить. Динамическая типизация. Вообще ничем не отличается, кроме как вот этой штуки. Ключевое, ну, в общем-то, ключевое слово var рассказывает нашему статическому анализатору, точнее parser, что это динамическая переменная, вот. Значит, по факту она, естественно, будет zewal. По итогу. Вот. И есть у нас оператор let, let, который, в общем-то, ну, он, он выполняет присваивание, то есть мы letA равно hello, например. Вот. Ну, либо false. Вот. Собственно, декоративный стиль. Ну, опять-таки, объявили всю эту штуку, все эти переменные, а потом используем. В общем-то, здесь ничего, как бы, странного нет вообще абсолютно. Поддерживаемые типы. Если вы зайдете на php.net, то все вот это вы как бы увидите. Это все из одной джинзата. Это динамические типы, которые вообще, в принципе, они используются. Статическая типизация. Значит, плюсы статической типизации. Мы можем выловить множество багов на этапе статического анализа. То есть, если мы где-то что-то как-то объявили переменную, там, типа string, засунули в нее, там, не знаю, integer, то это плохо. Ну, или наоборот. Integer, а мы засунули string, ну, как бы, это плохо. Это не должно быть так. Вот. Значит, и если мы, опять-таки, объявили, там, динамическую переменную, а она у нас при своре int и, там, до конца нашего полотенца она у нас int, то, как бы, нужно привести их в примитив. Вот, кстати, я забыл сказать, что у нас за счет статической типизации есть возможность работать с примитивами. Это реально классно. Это не нужно создавать структуру, не нужно ничего с ними работать, просто int a равно 5. Все, отлично. Отлично. И это, да, реальная performance. Есть нюансы, конечно, но... Значит... Что? А, извините. Значит, ну, опять-таки, правитизация как раз сказал, что мы можем, как бы, в случае, там, если очевидно, что там integer, динамический перемен, он просто привален к примитиву, выигран к минимуму на памяти. Вот. Ну, и, как бы, лучше выбрали высокопроднагруженное положение, опять-таки, по причине переводопментов. Экономия памяти и минимум бага в коде. Значит, типы. Типы C-шные типы, в общем-то, ничего особенного. В общем-то, ничего особенного. Есть нюансы с integer-ом. Ну, те, кто писал хоть сто строчек на коде C, ну, на языке променера C, они знают, что есть такая штука, как переполнение типа. Когда у нас значение влазит за наш диапазон, это немножко грустно получается. Нужно такие моменты контролировать. Ну, и, в общем-то, немного переменных. Объявляем динамическую переменную, сразу ее инсилизируем. Опять-таки, выделяем с помощью динамического, ключевого слова var, массив, в общем-то, и с помощью ключевого слова array, определяем массив. Разработчики рекомендуют использовать array, потому что там встроены оптимизаторы. Мощный астетический анализатор на этом этапе, который позволяет выловить множество интересных концов. Вот. Ну, собственно, это ассоциативный массивок, или, там, дикшер, ой, ассоциативный массив, или дикшер, как я хотел их назвать. Значит, статически int a, присваиваем a false. У нас автоматически она простудится в ноль, ну, как бы, не странно, в общем-то. String у нас ошибка компиляции. Так делать нельзя. Вот. Unsigned int 1, в общем-то, float, ну, как бы, ничего интересного. А, значит, строч-стринги мы объявляем, не объявляем присваиваем, точнее, стринги мы в двойные кавычки кладем, чары в одинародные кавычки. В общем-то. И можем использовать классы, там, с сандарцией с народным разрешением. Поехали дальше. Значит, поскольку, ну, у разработчиков Zephyr есть, все возможности для того, чтобы, ну, упростить работу разработчиков. Они думали, что, как бы, встроенные методы это классно, смотрели в Python, смотрели в JavaScript. И сделали то же самое, как бы, и здесь. То есть у нас есть mapping стандартных функций каких-нибудь. Ну, а там, например, для array, там есть array-volg, или array-map, или, там, strlm, например, для строчек. Они просто сделали встроенные методы. Это просто выглядит симпатично. И, по сути, как бы, в коде, ну, в C-шном коде они потом будут, естественно, вызованы обычные функции. Вот. Немножко встроенных методов. Я сделал этот скриншот просто потому что, ну, ссылку, потому что, опять-таки, Саша упоминал, что документация у Falcon плохая, у Zephyr она ужасная. Вот. Вот. И, наверное, это, как бы, семейная, в общем-то, у них. Что у них плохая документация. Но я предполагаю, что у ребят просто для фигище работы, поэтому им явно не документация. Вот. Ну и вот здесь вот, вот здесь вот мы можем посмотреть, какие есть эти самые типы. Если не ошибаюсь, там, по-моему, статическое property у класса. И у него, нет, не статические, просто private, неважно. Там просто array с мэпингом стандартных функций в методы. Ну и, собственно, как бы выглядит это симпатичнее, нежели передавать его в эту самую функцию. В общем-то, вот так вот. Встраивали на методы для array. Немножко примеров. Объявили массив. Два. Три. Инициализировали. И, в общем-то, повесили, вызвали метод волк и повесили на callback. То есть мы хотим разделить наш массив на значение, точнее, в один массив засунуть значение с позитивным, с положительным, с плюсом, с плюсом знаком, а второй с минусом, в общем-то. Ну и, развивая синтетический сахар, здесь очередную стрелку. Возможно делать такие вот маленькие fullback'и, синтетичные, без всяких реторнов и всего остального. Ну, у нас ребятами пропагандируется парадигма all file очень сильно, то есть процедурный стиль — это так себе. Поэтому у нас один класс, точнее, один файл один класс. Я пробовал засунуть два класса в один файл, но они ругаются, что у тебя два класса, так делать нельзя. Вот. Ну и, собственно, наша структура такова, что у нас есть, вот это вот наш, грубо говоря, глобальный, ну, как бы, родительский namespace, ну и дальше мы в зависимости от директории мы уже делаем эти namespace. Причем, на самом деле, namespace, оно реально ругается. Оно реально ругается очень сильно, если что-то неправильно написать. Вот. И единственное, что мне здесь печалит, если у нас есть какой-нибудь camelCase, там, название с двух букв, ну вот же, например, то мы обязательно должны его писать вот так вот. А если у нас три буквы, три, три, не буквы, а слова. А если у нас три слова, то это вообще грусть получается. И если посмотреть исходники Falcon 2, то там такая же года. Вот. Ну, я не привык так, на самом деле. Методы функции. Значит, симпатичность в том, что мы можем, мало то, что мы можем объявлять статические перемены, так мы можем, как бы, определять функциям, декларировать функциям, ну, как бы, то, что мы хотим, чтобы она вернула. То есть, ну, возвращаем тип, возвращаем значение. Вот. А можем мнение указывать, в общем-то, свободы выбора. Вот. Тип параметров. Очень, очень, очень хорошо. Значит, если мы ожидаем интежер, передаем строку, то по аналогии с предыдущими слайдами это может быть compilation error. Вот. Если передадим какой-нибудь false, то оно приведет нам его к интежеру, то есть к 0. редонали параметры, это параметры, которые мы не можем изменить в течение, там, работы этой функции или метода. И сахар get set to string. Кстати, опять-таки, развивать тему сахара нам упрощает жизнь. Если у нас есть модель, например, и у него есть, там, не знаю, с десяток полей, там, 15 полей, там, то писать get or и администраторы для них это грустно. Это, ну, ID, конечно, умеет это делать уже, там, с помощью плагинов. Вот. Но, ну, ну, окей. Ну, в общем-то, это сейчас я покажу, как это работает. Ну, в общем-то, писать для каждого property, это грустно. В общем-то, много людей не пишет пички странички. К сожалению. Есть же magic method. Ну, есть magic method, да. Значит, объявляем константу. Ничего особенного. Вот наш сахар, что у нас есть protected property, которая является, по-моему, чай 0. Ну, 0. И мы говорим ему, что мы хотим, чтобы для него сгенерировалось get or etc. Вот. Значит, здесь мы указываем у метода возвращаемый тип. Тип возвращаемое значение. Вот. И указываем, что мы передаем вам параметры string. Кстати, что примечательно, код, который у нас, ну, по факту скомпирироваться в extension, если мы передадим ему какой-нибудь тип, который не может кастнуться, то он реально даст нам exception. И пички даст нам exception. Вот. Ой. В некоторых, там есть оптимизация, момент, раскрытия константа. И вот такие вот моменты, они просто, ну, поскольку у нас и константа, то зачем листить символную таблицу и искать hello, если он может просто сюда засунуть string hello. Он сюда засунуть string hello. Это такая маленькая оптимизация, в общем-то. Функции. Можем использовать функции с PHP-шного ядра. Ну, как я уже говорил, тут есть нюансы. Есть нюансы, потому что в ходе жизни PHP-function, ну, матроса PHP-function, он возвращает, если возвращает, он возвращает the wall. То есть, если мы хотели бы, ну, точнее, мы передаем у него статический кип, там, intager, он нам в любом случае вернет the wall, там, ну, уже непримитив, в общем-то. Ну, возможность использовать функцию у нас есть. Здесь мы используем function.exexists. здесь base4encode и, в общем-то, все. А, есть tab1, извините. Вот он. Вот тот кейс, про который я только что говорил, и мы его просто так освоим. Да, это overhead, но ничего не поделаешь. А, тоже такой момент, я забыл про него сказать, что можно указать несколько типов. Поскольку у расширения есть еще свои конфигурации, как минимум, там, вот, когда мы смотрим PHP-info, то у нас там красивые филетовые блоки, там, какие-то описания, вот, то мы, в общем-то, ну, образом, то мы, у нас есть config.jsonfile, в котором мы прописываем, какие конкретные оптимизаторы мы хотим использовать, по облачанию используются все. Вот. Такие типы ошибок мы хотим отлавливать, ну, на этапе статического анализатора, статического анализа. То есть мы не хотим, чтобы он нам кричал про то, что мы не использовали переменные mkb или не использовали. Ставим false. Вот. Ну, там что-то из десяток их, в общем-то, я думаю, что не стоит сейчас перечитать, потому что это будет на самом деле. Общую информацию, ну, можно написать о себе хорошим description к этому самому, к самому extension, в общем, что он там делает. Вот. И в случае, конечно, если мы хотим использовать эти глобальные какие-то переменные на наше все расширение, то есть у нас здесь 20 классов, например, там мы объявляем там, там буквально две строчки JSON, что у нас есть переменная, есть ее имя, есть тип и какое-нибудь там default значение. В самом коде мы делаем get этой переменной, ну, в смысле константы, ну, и там возможность set, но я так и не понял, зачем это. Вот. Оптимизация и протестрация. Я хочу рассказать, выделить static type inference, потому что это вот такая забавная штука, что когда мы там объявляем, ну, мы не уверены в нашем типе, мы объявляем его в var. Вот. Ну, в случае, в случае, нет, плохой случай, мне голод ушел. В общем, объявляем var там какую-то переменную, потом мы там ее используем там только в качестве int, то есть, ну, как бы тип у нас не меняется, у нас при компиляции она как бы засунет, даже там примитив, в общем-то. Уберет check on the while и просто сделает там примитив. Вот. Значит, constant folding – это момент, когда константы раскрываются. У нас есть какой-нибудь expression, например, мы его возвращаем, там, говоря, математический, ну, стабильный математический expression, он просто перешает его и все. И зачем его решать постоянно? Перешает и засовывает это значение. И статические константы классов. Ну, в общем-то, был пример, когда он просто возвращает строку, он не лезет в символьную таблицу, он не забирает это значение. В общем, не делает всю эту магию. Вот. Ну, и мы, как бы, видим, как это включить. В случае мы просто добавляем –f, в общем-то, и включаем. Опять-таки, в config.json нет, а оно все включено по умолчанию. То есть там визы стоит true. Достаточно интересная штука Functional Comp called Optimizums. По факту это хаки. Ну, реально это хаки. То есть у нас есть написанная в ZephyrCurl функция на C. То есть или же она использует ZendEngine, или же не использует. В зависимости от контекста ее и вообще, в принципе, от предназначения. Мы при компиляции, опять-таки PHP-шный компилятор напомню, если, ну, он доходит до вызова, например, StarLand, он говорит – а, ты хочешь от StarLand вызвать? Окей. А у меня здесь есть штука, которая оптимизирована, и она, типа, ну, не делает всей этой магии, т.е. она не сидит в маркарсе PHP Function, не происходит там сумасшедшей печи. Возьми ее. И он просто тупо принтит в файле ксишный, короче, вот вызов от этой функции, которая сидит в ZephyrCurl. За счет этого у нас исчезает, там, ну, огромный overhead. Вот. В некоторых случаях, в некоторых случаях, в некоторых случаях функции стандартные, они тупо скопипейственные, но немножко оптимизированные, буквально чуть-чуть там, и убран PHP Function, а она убрана как Zephyr Function, грубо говоря. Вот. И, в общем-то, можем писать свои функции, можем использовать лишние. Вот. Достаточно много функций использовано, там очень таких вот, переписано, очень таких используемых, там, например, ну, множеством функций с работой, для работы со строками, там, тоже AsterLine, AsterPos, AsterTalk, значит, функции с работой с массивами, там, inarray, ну, короче, их реально много, это круто, и все эти, там, мелкие вызовы каких-нибудь, там, функций, которые делают overhead, они просто вот здесь вот убивают, убивают весь этот вот, не знаю, декредирование, то все. Что-то не нравится, переписали, дописали, вообще без проблем, скажем, перекомпилировали, готово. Не хотим, просто файлики убили и все. Алгоритм работы. Завели папочку, сделали Zephyr init, это название нашего модуля, грубо говоря. она сама засунула, она развернула скелетон, вот, в нее обложила Zephyr kernel, значит, что там еще? Конфиг, да, положила, ну, там еще множество файлов, на самом деле, с лишних, в общем так. Пишем код проекта, написали 20, 30, 40 классов, нажали build, все готово. Оно все само сделано, оно само разложило по папкам, этот самый, ну, папки там, где хранятся экстеншены для нашего PHP. Сам это все разложило, и нужно вот, как бы, добавить в PHP, не как бы актуальное, вот, extension.so. Можно делал, но я не комплировал, я не знаю, но у них, как бы, ну, у них, как бы, есть инструмент 100%, я, 100%, в общем. Компиляция иногда занимает долго, особенно, если кто-то умудрялся, ну, как бы, самый большой проект на Zephyr это у нас Falcon, вот, тут немножко диссонанс происходит, потому что Falcon у нас бета, в общем-то, точнее, Zephyr у нас бета, а Falcon это stable. Немножко диссонанс номер, но тесты, как бы, проходят все, в общем-то, и хорошо. Вот. Бывают моменты, когда, значит, ну, оно не может выделить память, я пытался там гонять какие-то синтетические тесты, просто создавал обычный класс, маленький, делал мне маленький метод, и в этом метод я делал просто, там, не знаю, for, там, in, и range, там, от одного до миллиона. И он говорил, что я могу выделить эту память. Непонятно, в общем-то. Ну, серьезно. Вот. Работает быстрее, работает однозначно, и круто, и все такое. Ну, как бы, миллион что-то не осиливать. При том, что идти, как бы, все нормально, я уже говорил, что давай в бары бери, короче, и все, и не доставай меня. Вот. Сам сидит за память, в общем, со своим звуалом. не хочет, не хочет, в общем. Если опять кто-то использовал Falcon, ну, или хотя бы снял документацию, документацию, то, по сути, Falcon Developer Tools входит в небольшой такой модуль, модуль, я, честно говоря, не знаю, мне кажется, это от Zephyr, что генерация документации, исходя из наших, как бы, декларации наших методов, то есть, оно берет типы параметров, которые ожидаются, тип возвращаемого значения, в общем, какие-то комментарии, ну, и, как бы, формируется эту документацию. Эта документация повсеместно используется на сайте, повсеместно используется в Falcon Developer, потому что, иначе никак, у нас есть огромный, огромный, ну, там, не огромный, большой, в общем-то. И у нас есть проект в PHP Store, у нас в красном, сядется просто, что он не знает, куда берутся это, или нет спейса. Мы берем, подключаем внешнюю библиотечку, генерируем, так называемые, стабы для конкретной версии, profile конверсия речи, и просто подключаем под внешнюю библиотеку, а там просто декларация. Ну, по факту, это не интерфейс, это, ну, декларация, не знаю, методы без реализации, не интерфейсов. Вот. Значит, ну, и, как бы, Zephyr имеет то же самое возможность, то есть мы написали, там, 10 классов, например, у нас, там, в общем-то, есть какое-то количество методов, и опять-таки генерируем за самую PHP Store, все отлично. Генерация документации, за самую PHP рекоментор. Будущий Zephyr. Значит, ребята хотят не только PHP, а, буквально дня три назад был огромный merge, точнее, pull request был, я не знаю точно, я не слежу, у меня вообще телефон на самом деле, я, ну, как бы, заводчил на GitHub, я Falcon и Zephyr, у меня просто телефон не должен мне доходить абсолютно, потому что постоянно email идут. Вот. И там, значит, огромный pull request на, они разбили, разбили Zen Dengin 2, Zen Dengin 3. То есть они сейчас будут писать код по то и по то. И есть предположение, что в дальнейшем итоге, при кооперации экстеншена, ну, как бы, человек выбирает, хочу PHP 7 или хочу PHP 5. Вот. Хотят внедрить больше оптимизаций, переработать архитектуру, вот, то есть будут ее ломать, в общем-то, наверное, нехорошо, в общем-то, но, я думаю, что какие-нибудь миграционные манелы будут. Они позволят двигать архитектуру, которая сейчас пока что не очень. Хотят сделать different time, я абсолютно ничего не рассказал про different time, потому что я считаю, что пока не стоит. Вот. По сути, мы можем поставить zephr on time, сделать какой-нибудь, написать код в файлике с разрешением zep и тупо его implement в PHP файл. Все. RLVM машина посмотрит, что там за код и, как бы, его выполнят. Но я думаю, что пока не стоит, потому что она реально сырая, потому что ребята сейчас забросили это все дело и пилят непосредственно на сам Zephyr. Вот. И хотят придержать Zephyr Vm. Вот. Ну, наподобие HHVM, например. Вот этот, как бы, ярус. Реально, ну, давайте не смотреть, я денег не собираю, в общем-то, но меня просто поразил, как бы, я реально очень случайно напал на эту компанию и когда я увидел вот эту штуку, что они уже собрали, мне, как бы, ну, 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 наверное, все у них хорошо будет, в общем-то. В общем-то, хорошо у них будет. Ну, 30 000. 30 000. А чёрт. кто-то не лямы. А, а, блин, а я так надеялся. Главное, что я крышкой, она вправо ходит. Да нет, я R12 нажал, просто заменил, короче, там всё нормально. Находится? А ты моды не так шокировишься. Не, ну, я вот, это скриншот, как бы, и вот они вот, первый пункт, который они хотят за кебабки, это вот, 1-2 полностью, как бы, отдельных разработчика ядра Да, на год. Я думаю, что за 30 кусков они точно не имут одного-двух разработчиков, ну разве что индусов, но тогда можно сразу забивать на проект и не использовать Zephyr и Falcon, наверное, тоже. Значит, что хочу сделать я? Поскольку Zephyr мне немножко впал в душу, скажем так, он немножко расширил кругозор, в общем-то. Я хочу сейчас переписать Symfony, ну или какой-нибудь другой микрофреймворк, ну или не микрофреймворк, в общем-то. Основное условие, конечно, то, что или же микрофреймворк, или же какой-то фреймворк какой-то компонентный, да, в общем-то. Чтобы было проще переписывать, потому что если брать там, не знаю, огромное ядро из переписок, вот я, не знаю, этот пароль займет у меня. В общем-то, грустно. Ой, что? Ну, молот. Так, собственно, вопросы. Я вот хотел уточнить по поводу использования. Это используется только для веба в основном, или, допустим, можно, например, вот хочется мне писать поджелезо на C. В смысле, на PHP поджелезо. И, допустим, есть, там, вебиотека на C, для, там, Ysqlr-сишины. Могу ли я использовать, допустим, для сфишного расширения, вот, там, 2 филе около 2 люди, если там использовать, скомплировать вот PHP расширение, и, в итоге, получить, допустим, доступ, ну, допустим, у меня есть, там, Raspberry Pi, в котором стоит PHP, там есть какой-нибудь, там, Debian, но там есть какие-то функции, допустим, сфишным. Могу ли я каким-то образом вот так вот просить на себя? Но если ты, во-первых, чтобы использовать какие-нибудь функции, ну, ты хочешь использовать стишные функции в PHP-проекте, какие-то стишные функции со стороннего кода проекта, правильно? То есть я хочу не XS, допустим, там, какое-то делать, какое-то можно сделать в PHP, а вот именно что-то такое собрать, делать какой-то, ну, допустим, вот есть, у нас там есть проект DeviceHive, и он, как бы, для, это, Internet of Things и так далее. Вот, допустим, на PHP сделать некое такое расширение, которое позволит, там, чего-то с ним делать. Вот можно с помощью вот этого? И, допустим, с выпроводной шиной работать, с однопроводной и так далее. Смотри, ты должен будешь, ну, как бы, единственное решение, которое приходит мне в голову, наверное, на единственное правильное, это написать тот самый оптимизатор над теми самыми функциями, которые с лишними функциями, которые ты хочешь использовать. и они будут использоваться при компиляции. То есть, ну, естественно, естественно, оно будет транслироваться в C++, ну, как бы, zendajin, в общем-то, там будут играть. Короче, большого профита не будет. Ну, в общем-то, да. В общем-то, да. Zephyr, ну, Zephyr, в первую очередь, это DSL для работы zendajin, чтобы люди писали под zendajin и не имели дело под zendajin, понимаешь? Я пишу под jvm, но не имею дело с java. Ну, как-то так. Спасибо. Еще вопросы? Хорошо. А что уже ты делал? То есть, в планах, я понял. В планах есть переписывание части микрофтера локасимками на кефире. А чем уже была практика? Ну, я переписывал свои какие-то маленькие такие библиотечки, в общем-то, в основном такие специфические, были там пуски-переборы были. Ну, в общем, профит оно дает. Плюс у меня есть поделка. Вот. Поделка заключается в том, что, ну, очередной сайт, очередной WordPress, ну, точнее, не WordPress, а, ну, я делаю CMF, в общем-то, и с хорошей архитектурой, в общем-то, с простым разворачиваемой админки. И, как бы, много моментов я тоже делал на кефире. И, ну, не только синтактирую, ну, я не привел просто примеров, потому что я, в общем-то, плохой доклад у меня. Значит, профит реально дает, дает, ну, в общем-то, оно работает хорошо. Единственное что, единственное что. Там есть, значит, изначально были полиморфные кеши вызова функций, потом слотовые кеши. Лучше всего, если работать с зефиром и Falcon, в общем-то, лучше оставить последнюю версию PHP. То есть, если используешь PHP 5.6, точнее, Falcon 2, то лучше использовать 5.6 в PHP. Это, как бы, ну, это, я сравнивал PHP 5 и 5.6, 5.5 и 5.6, то, ну, разница, как бы, процентов на, ну, 10, 20, ну, 20 нет, ну, 10-15 точно нет. Еще вопросы? Вань, спасибо за отличный доклад. Спасибо. А кто-то больше, да? Это будет наш корпоративный фланг. Только вырасти, пожалуйста. А он будет в офисе. Ну, вырасти. Все, ребята, всем спасибо. Увидимся в Твиттере. Он мне новенький, не пугайтесь. Коллеги, всем спасибо. В качестве анонса в сентябре у нас планируется приезд. Разработчиков под Exception и ключи от JetBrains. Так что приходите. Спасибо еще раз. Всем большое спасибо. Просьба анкетки заполненной оставлять на ресепшене. Следите за анонсами на нашем сайте, в группах. Также хочется сообщить, что июль у нас месяц отпусков выходных. Активно все юзер-группы стартанут в августе. Ждите 16 августа. Большая конференция, которую мы проводим. Все новости у нас на сайте и в социальных сетях. Всем, правда, спасибо. Хорошего завершения недели. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok